Всем привет! С вами Жанна Бажан. Сегодня я хочу затронуть очень важную тему. Тему дресс-кодов. Каждый организатор всегда размещает дресс-код, который нужно соблюсти. И для того, чтобы отдать должное организаторам, надо, конечно же, одеться подобающим образом. И поскольку мы получили заветное приглашение на красную дорожку M1 Music Awards, где указано Creative Black Tie, именно про Black Tie и про White Tie я хочу сегодня с вами поговорить. Начать я хочу именно с Black Tie, потому что это очень распространенный дресс-код. Действительно, мало кто вообще знает, из каких составляющих он складывается. А это очень важно запомнить, потому что можно просто опростоволоситься и неподобающим образом скомбинировать те или иные элементы. Главные принципы Black Tie. Конечно же, по классическим вариантам это черный смокинг с вот таким вот шелковым контрастным лацканом. Почему именно шелковым и почему именно такой формы? Когда там, давным-давно, в Лондоне, когда джентльмены собирались друг с другом для того, чтобы перетереть и поговорить на светские темы, они, конечно же, курили сигары, и этот пепел было очень легко стряхнуть с лацкана именно такой фактуры. А главное, он фактически не оставлял следов. Потому и повелась та самая традиция использовать контрастную фактуру и вот примерно такую форму. Но могут быть и различные другие варианты. Под черный смокинг обычно одевают белую рубашку с воротником под бабочку. Желательно, чтобы бабочку мы могли тоже завязать руками, потому что потом, когда, например, после полуночи уже можно немножко расслабиться, джентльмены и вообще дэнди лондонские могут развязать их и повесить их вот таким вот очень вальяжным образом, как делают многие голливудские селебритис. Важный момент в рубашке также является рукав под запонки. И многие могут посчитать это достаточно старомодным, но по-прежнему эталонным классическим дресс-кодом является рубашка именно под запонки. Также можно надеть кушак под рубашку. Желательно, чтобы он был в цвет бабочки. И однотонность создавалась определенная. Помимо кушака, который комбинируется и вообще гармонично выглядит, совпадает с цветом бабочки, могут быть контрастные пуговицы на рубашке. Брюки обязательно идут с лампасом, также шелковым. И, конечно же, лакированные, начищенные до блеска туфельки. Но я могу вас заверить в том, что все-таки black tie, дресс-код, подразумевает под себя посещение мероприятий на более вечернее время. Если вас пригласят вдруг в обед и скажут, ну, послушай, дорогой, не забудь одеть смокинг, то вы, пожалуйста, задумайтесь, а квалифицированные ли организаторы вас приглашают? Потому что прийти в смокинге на какой-то коктейль-партии – это просто невозможно. Поскольку вас смогут спутать с официантом, ибо только они одевают на дневные мероприятия, смокинги и вообще вот такую цветовую гамму – бело-черную. Открытые плечи, мягкие драпировки, подчеркнутая талия и красиво ложащиеся фалды. Вот что настоящий дресс-код black tie для девушек. Кто-то может подумать, что обязательно в вечернем black tie для женщин нужно прийти в платье в пол. Но хочу вас заверить, что это не является must-have, потому что можно прийти и платьем, приоткрывающим немножко коленку. Это зависит, безусловно, от мероприятия, от его стилистики, от что вложили, какую идею организаторы. Потому здесь могут быть варианты. Что касается наряда до пят, элегантность – ваше главное оружие. Не пытайтесь экспериментировать с какими-то деконструктивными, дизайнерскими, сложными платьями. Помните, чем проще иногда, тем лучше, тем эффектнее. Вы можете зато подобрать какой-то красивый аксессуар. Например, клатч. Он выполнен или из шелка, или из сатина. И, кстати, может быть, по цвету подходить к материалу лацкана-смокинга вашего кавалера. Стоит ли говорить, что дресс-код Black Tie подразумевает под собой цуфли на высоком каблуке? Могут быть варианты. Это либо каблук танцевальной высоты, возможно, шпильки небоскреба. Все зависит от твоего настроения. И аксессуары, изюминка вашего внешнего вида. Лучшие друзья девушек – это бриллианты. Запомните это раз и навсегда. Лучшие друзья девушек – это бриллианты. Чем их больше, тем заметнее вы будете на этой вечеринке. Но на нашем приглашении на красную дорожку не просто Black Tie, а Creative Black Tie или Art Black Tie. Что же это значит, вы можете меня спросить. В чем разница? Потому что, по сути, маленькое мы добавляем слово, но это фактически кардинально меняет и развязывает нам руки, а главное, дает поле для фантазии. Так что же такое Art Black Tie? Это значит, что, например, цвет своего смокинга вы можете выбрать не черный, а какой-то другой. Это может быть вот как раз, как я, белый смокинг, это может быть синий смокинг, может быть красный смокинг, то есть здесь присутствуют вариации в цвете. Но по-прежнему мы оставляем белую рубашку, по-прежнему мы можем оставить галстук, бабочку. Мы можем не надевать лакированные туфли, а одеть просто, опять же, начищенные до блеска, но кожаную обувь простую черную. Мы вообще можем удивить какими-то не только цветовыми сочетаниями, но и достаточно интересными сочетаниями в крое, если вы собираетесь пошить этот смокинг себе на заказ. Вообще большой вопрос, надо ли арендовать, например, смокинг на мероприятии или достаточно купить однажды, сделать инвестицию и потом чуть ли не передать это следующему поколению, которое вы в любви создадите со своей возлюбленной. На красную дорожку M1 Music Awards вы можете увидеть, что я выбрал, конечно же, поскольку я являюсь фэшн-дизайнером, я выбрал такой артовый вариант. Я оставил все равно рубашку, она, правда, с воротом, не под галстук бабочка, хотя такое тоже возможно, и сейчас существует практика, что иногда даже бабочку одевают под воротник, который не приспособлен под этот аксессуар и эту деталь гардероба. Правила иногда и существуют для того, чтобы их нарушать. Я ставил кушак под рубашку, я использовал красный галстук вместо галстука бабочки. Конечно же, смокинг дизайнерский, Жан Грисфельд, ну и добавил это все меховой в цвет красной накидкой. Получилось ли у меня, обязательно пишите под этим видео, и как вам нравится, не нравится. Конечно же, хочется где-то эпатировать, хочется где-то удивлять, но при этом все равно оставаться выдержанным в каких-то канонических элементах своего костюма. И наиболее редко встречающийся дресс-код white tie. Вы спросите, почему? Потому что зачастую его используют представители королевских семей. Что же такое дресс-код white tie? Это прежде всего фрак, который надет на кавалера. Фрак – это рот сюртука с вырезанными спереди полами и с удлиненными фалдами сзади. Под фрак мы обязательно надеваем белую, белоснежную рубаху с белоснежной галстуком бабочкой и, конечно же, белой жилеткой. Хочу вам признаться, мне еще ни разу не приходило приглашение с дресс-кодом white tie. Мне еще ни разу не приходило приглашение ни разу. А white tie для девушек – это классические строгие платья, убранные волосы. Возможно, может присутствовать меховая накидка, но отличительной чертой являются максимально длинные перчатки, иногда доходящие до длины самого рукава платья. Ну а теперь давайте же посмотрим, кто в чем пришел и вообще оценим наших знаменитостей на красной дорожке M1 Music Awards.